И снова всем привет, дорогие друзья, с вами Олег Алав Гудвин, и мы проходим сейчас мануальную терапию, вот приближаемся к скруткам, всевозможных скруток их достаточно, большое количество, ну так если все почитают, то там наверное 17-18 вариантов, в основном, где у нас кифоз, мы делаем продавливание, где у нас лордоз, поясничные шеи, мы больше на скрученные работаем, да, и здесь нам поможет в помощь еще дополнительные приемы PIR, постизометрическая релаксация, например, во мне, когда там размина, да, растеряется, долго его, или вы чувствуете, что жесткие мышцы, вы прям не промнете его, да, то постизометрическая релаксация, само название, после изометрия, это статическое напряжение, после этого наступает расслабление, релаксация, создаем напряжение, тут, соответственно, у нас будут тянуться широчайшая мышца, косые мышцы, квадратные мышцы, поясничные, берем за тазовую кость, за передний уголок, только не впиваемся пальцами туда, да, за поддушечную кость, только не пальцами туда, вот так аккуратно ладошку положили, потом щекотом, больно не было, да, и сначала потренируем человека, потому что некоторые не знают, какие тут мышцы у него включаются, вот эти мы сюда, нас, видишь, не просто вверх, а на скручивание, а ты в обратную сторону, давай, сопротивляйся, о, правильно, молодец, а здесь наоборот, просто сопротивляется или возвращается, так это одно, по дуге возвращаюсь, ну, лучше не возвращаться, лучше, вот, сопротивляйся, вот, сопротивляйся, вот, сопротивляйся, да, 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 вот, смотри, слишком сильно на 100% ему не надо напрягаться, достаточно, на 70%, понимаешь, чтобы я тебе убежал, вот, 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 создаю напряжение, то есть, нужно, чтобы у него включилась мышца, туда приток крови сейчас, да, да, правильно, и, соответственно, у меня рука прямая, видите, чтобы я вот так не напрягался сам, излишне, да, вот, и нога руки прямая, вот, с прямыми руками, здесь потренироваться ему даем ребрами, смотрите, ребра должен потянуть вот сюда, наверх, то есть, тут вниз, это наверх, ни при чем, вы следите, да, что не коленом упирался, именно ребрами, давайте, из меня, ослабься, видите, причем не упирайся, ну, давай, причем не упирайся, еще раз, нет, лопатку, понимаешь, ребрами наскученные, ну, вот, так, вот, видите, получается, это мы потренировали его, чтобы он понял, какие мышцы включаются, а теперь одновременно говорим ему со вздохом, вдохнули и залежали дыхание, давай, дави, 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 залежали дыхание, дави, 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 о, молодец, давим, 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 это туда, это сюда, да, да, в разные стороны, давим, 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 ну, так, секунд, примерно 10, 15, фу, выдохнули, на выдохе падаем, предупреждаем его, прям расслабься, чтобы он как крокодил на солнышке упал и просто лежит, и так достаточно, там, два, три, ну, может быть, четыре раза, вдох, давим, ага, ребрами больше дави, да, да, не лопаткой, дай, 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 фу, промежуток, пять секунд, отдыхаем, потрясли его тогда, и еще раз, вдох, вот, сейчас хорошо давишь, и тазом, и ребрами хорошо давишь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, отпустили, все, отпустили, и в обратную сторону, давить теперь тазом, скручивание сюда, нет, нет, на меня, на меня вот сюда, а, все, выдох, еще раз вдох, выдох, то есть, вот, получается, здесь мы скручивали вот сюда, а теперь вот эта кость, в обратную сторону, вот туда, а ребрами вниз, дай, еще сильнее, о-о-о-о, вот так, поттернерывались, и теперь вместе, вдох, таз вверх, таз на меня, на меня, на меня, вот так, да, ребрами вниз, ребрами вниз, тянь, 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 тянь. Это еще не каждый делает так? Не каждый, да, вот, надо поттернеровать, чтобы человек смог. Ну, это классно, когда у него сработает все, ему будет круто, что опять мышцы вспомнили и работают. Да, да, там включаются те мышцы, которые обычно человек в жизни не подействует, да, да, да. Тем более у нас у всех сидящего образа жизни, коленках ну ты сам как чувствуешь тут есть сначала без отверстий дай программироваться на вращение я просто подтянул и тоже на вдохе на задержке все на задержке дыхание делается я подтянул вначале вот я подтянул ты вдох и давай очень интересное упражнение пир сокращенно поздравительности внимательно что у нас происходит на тренингах губина подожди пока вдох я держу тебя сюда ну и сам прием двумя руками соответственно на себя от себя так вдох расслабляйте и еще раз то есть три раза теперь наоборот это вниз это я выставился ты делаешь вдох раз пошел ребрышки вот выдох хорошо давай отдельно ребра выдох и кисель вот и может делать прием соответственно также берем мягко за уголок подвышен кости спереди и тут на в мягкие ткани через мягкие ткани все равно позвоночники на позвонки боковые но поперечные на ткани на ткани это кисель и на ткани на ткани стены на движение и полчок через ребра плавающие пропустили да можно у них тоже ну я обычно пропускаю листом бережу цепочки да правило сохраняется друг против друга работают одна создает вот рычаг а больше толкает вот это и идем по реберам поперечным сочинением лучше чем уж поднимаемся больше можно было задать такой если человек и сколиоз в мою сторону да то соответственно ну как правило бывает давайте допустим здесь твою сторону есть будет в сторону по закону компенсации соответственно здесь мы давим прямо властистые точки ведь прямой рукой немного сильнее а с этой стороны нам логично давить противоположную сторону да то есть тогда просто обходим тело человека и давим с этой стороны и да то есть правости слога стистые на это поперечный повернута сюда вот сюда там поперечные подняли ребра и соответственно их поперечные и властистые до теперь усиливаем это воздействие берем за ногу у нас так рычаг будет еще больше это вешал надежды убежать что-то бедро пустил единство стил все держит еще надо если тяжелую то можно вот на прямой руке это буратино так что дает рычаг если надо тяжелая вы не можете такую поднять давать и бедра большие можно вот ее сократить на плечо положить и вот так вот будет нет и вот так продавить или можно например слишком гибкая девушка да можно вообще подмышку взять захватили можно конечно если он там это же так же подростка сюда сюда ну условно если соответственно вот здесь у нас колеоз да вот станут будем тут давить а если здесь то с той стороны ну если ты занимаешься да там бицепсы качаешь можешь взять на бицепс просто за мной подкачаешься тут главное сохранить энергономику чтобы не вставать тебе надо так быстро ну да зависит и еще усиливаем эту формулу например сколиоз идет вот в эту нашу сторону берем его за эти как если сколиоза нету то делаем симметрично в обе стороны человеку и в эту сторону и сюда прошли да все равно поймите то что ну неправильно не встанет неправильно стоял он повернется а те кто и нормально были только осталось нормальными и соответственно за две ноги над чашечкой берем повыше а если сколиоз разворачиваем там загнулся то есть получается логика какая один позвонок или несколько выскочила в бок ну сместились естественно допустим да то вот они списали сюда мы подбиваем в противоположную сторону ну логично да но с той стороны нам дать ему канты место соответственно растягиваем это стянули туда втолкнули и наоборот сюда выскочили здесь остынули туда втолкнули это касается как и одного позвонка такие когда я осознал это на самом деле вот прямо краеугольный камень всех наших приемов и вот я придумал такую формулу да вот если осисти мы щупаем да даже один или там несколько групп их вышла сюда толкаем противоположную сторону и вверх к голове в сторону головы а с этой стороны растянули мы растянули чуть выше чем сам осисти да потому что поперечный находится на два пальца выше то же самое когда мы будем ложить по одному позвонку правит какой-то позвонок нашли он выбирает отсюда уперлись в него выше поперечные растянули получается вот и затопнули то что мы отрабатываем мы делаем мы делали про вообще все подряд вообще а теперь уже локально конкретно уперся конкретно в него в один выше растянули ну либо наоборот они как правило бывает один сюда один сюда значит этот вот туда уперлись выше него растянули вот здесь мы вышел сюда значит надо вот эту сторону растянуть да значит голову в противоположную основу заводили а можно еще визит его тогда нужно это когда мы при повороте головы мужики нам уже даем гови расти головой тут чуть ли не до 6 позвонка они тоже ратируются а нам туда и надо можно пальцами на пальцами слабее чем но мы видим гипотэнер вот ну давайте отработаем все а если вы не с нами рассмотреть настолько по видео то зря вы много теряете по видео многие нюансы плывают а мне же надо поставить руки приходите на тренинг всем привет дорогие друзья мы продолжаем мануальную терапию обучение и вот сейчас у нас скрутки скрутки как я говорил в основном делается для шеи и для поясницы первый вариант так скажем пляжный человек как-то лежит там на пляже книжку читает мобильный смотрит подходим к нему не заметно и крутанули второй вариант это мы уже начинаем как бы думать лучше ему ногу под прямым углом сделать руку из-под себя вытащить отсюда сложно уже куда волосы как да и делаем то же самое только смотрите вот в подножку не давите там больновато будет лучше пошли головой поставки и расценили напряжение и кому-то 0 3 вариант еще усиливаем эту формулу за счет того что он лежит ближе нога свешивается задняя задняя нога прямая мы зацепляемся вот это косточкой за его подвздошную кость с этой стороны вот тут зацепляемся и можем добавить своим коленом вот такое движение мощнее крутанули если колено не получается 4 вариант то берем бедрами здесь уже кладем руку по диагонали и то же самое только движение бедра крутанули 5 вариант за вас на середину опять прямую углу еще вытаскиваем просто лежит ну управляем и залазим на стол линии таким образом мы его держим чтобы ногу не опускал не ждать прямого соблюдал и у нас получается работает гурная клетка и за счет того что наш вес получается над ним легче это сделать раскачали и шестой вариант сзади стоим ну хоть сможете стану подойти андрей поднесет сюда повыше предлагаем ему его руку держать но чтобы она не опускалась эту ногу увеличиваем как бы изгиб и стараюсь держаться за стол с такой держи за стол фиксация эту подкидываем назад и голову тоже назад смотри на свою руку мне надо говорю там поставь на себе лайк смотри на свой пальцем веселее тут у нас играет роль глаза я в том что физиологически если мы доворачиваем голову ну там есть какой-то предел да глазами когда смотри туда мы можем чуть чуть побольше довернуть нам помогает то что он зафиксировался ногой тазом упираемся свою руку и будем толкать опять в тазовую кость пока не туда а это рукой по диагонали видите держим как ремень безопасности использую сторону только аккуратнему в челюсть не не попадаете растянули раз-два-три вдох-выдох если не хватает вашего движения корпуса да можно его рукой повыше взяли плечи довернуть еще туда раскачать побольше туда вот такое движение это был шестой седьмой вариант мы уже вот смотрим дифференцированно если наша цель кпс да ппс лицово-подвздошный сустав нижняя часть позвоночника и 5 с 1 до нам желательно угол сделать повыше еще и ногу завернуть подальше вот туда то есть до этого она была на оси позвоночника за осью получается мы даем туда если наша цель группа поясничный переход здесь находится до соответственно ведро пускаем чуть цветов тяги он также там а лежит руках у также в принципе труда уже неважно потому что он за этого мы делали вот так а теперь делаем за нижние ребра вот так это рода поясничный переход да у нас если посмотреть вот держали соответственно вот так получается по диагонали они идут сюда за ребра подталкиваем как раз на вот нижней части грудного отверстия попадаем ведь и поскольку нам сейчас уже неважно можно толкать даже бедро так седьмой вариант ну давай для грузных мужчин больших больше нас лучше перейти на вот эти западные те хища хиропракты как делают они вот так же все укладывают и через руку что не нет они вот так вот наклоняем это потом корпусом вот так вот бьется даже замечательная техника такая вот она для грузных мужчин простон силой тяжести вот уже смотрю не напряжён нет конечно напряжение упаду еще так я тебе держу . вот и сидим я просто вот это это третий вариант где колено за счет того что надо висит как у вас корпусом тормозим вещи сделать ну этот третий вариант был до этого сейчас на стол вносите подальше сюда ложись также на бочок может на другой бок лечь и до смысл тот же значит ставим ногу перпендикулярно позвоночнику эту вдоль позвоночника даже побольше до 90 градусов чуть повыше посмотрите куда бедом направлено туда едет воздействие если повыше да то прям крестцово-подвозвращение сустав будет если пониже то будет глубокосничный переход вот его бедро колено поджимаем в общем то же самое что на столе в принципе делали да можно на полу сделать вариант встаем поближе к плечу убираемся колено в него здесь до колено плодигонали вот туда да получается 8 9 10 вариант берем за руку стоит нога у нас возле его плеча голова лежит я стараемся поздушно гость попасть шатали шатали и вернули 11 вариант если позволяет его там грудной мышцы то берем за вот эту руку вот уже развернули вишках и толкнули грудной отдел да вот за ту руку получается больше грудной отдел доворачивается но дергну соответственно одновременно и ногой и рукой может вставать отдельно рассмотрим еще варианты для при сколиозе а сейчас еще на столе когда лежит когда он лежит на спине да просто лежишь ноги расслаблены ну допустим вы работаете с этой стороны до чтобы лично вас не переворачивать человек может отсюда начать натянули его туда и соответственно продавили можно замоку в принципе населять если так поднимают это лучше замок потом я могу на другую кладем получается усиливаем вариант здесь видите прямой угол в эту сторону получается одиннадцатый двенадцатый вариант на себя таз туда ноги то же самое здесь двенадцатый вариант за счет у тебя гибкость хорошая две ноги поднимаем прямыми и и за счет инерции проверили докуда у него идет движение тут будем ловить а подкидываем с той стороны расшатали расшатали подождите лего левая рука куда упирается в противоположные ребра ну в десятое там скажем ну да в десятое там одиннадцатый в нижние ребра с противоположной стороны вот расшатали расшатали и кинули так это был 13 а 14 15 вариант это специальные случаи для случаев со сколиозом то есть будем делать еще более утонченной дифференцированного об этом следующем видеоролике поэтому не теряйтесь подписывайтесь на ставьте на колокольчик значок с вами был олег аллаф гудвин пока пока так и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа проходим мануальную терапию и вот у нас скрутки поясницы мы там уже их много насчитали до 14 скруток но самая мощность их на столе когда вы сзади строите за счет того что сам корпуса пока эти в таз через свою руку в его воздушную кость меняя угол да мы можем здесь вот на разное направление относительно си позвоночника примерно 90 либо меньше куда-то направлено получается на ппс ппс 51 на эти нижней части если бедро немножко выпрямляем до примерно 120 раз это воздействие на грунтопоясничный переход а при сколиозе например будут у вас особые такие техники то есть ли мы подкладываем валик и правой стороны получается сколиозе в грунтопоясничном переходе и перед левом стороне переходе сколиозе в пояснице ну например каждый левосторонний допустим здесь вот идет вот крестец вот тазовые кости пошли другом а здесь например будет ответ на часть правосторонний по нашей логике да нам надо вот рисунок знаете да и опять с противоположной стороны зацепиться от растянуть а сюда давить даже давить сюда толкаем и будем растягивать за но в ту сторону здесь получается толкаем сюда растягиваем с этой стороны получается ну давайте продемонстрируем значит нам надо положить так чтобы этот сколиоз был сверху сверху удобно толкать легче начиная зубок ложись видно там на камере обе ноги подтягиваем вот сюда одну ногу используем для теста прямая если тяжелое надо может править бедро себе перец и прощупываю позвонки с этой стороны с той стороны вращаем угол если выше на дату меняем тут угол до примерно 120 градусов на ппс пришли тут угол расшатываем с одной стороны другой стороны уже массируем ну и среди стороны проверяем где свобода ходят позвонки где-то там какой-то блок где кпс там расшатанные да где позвонок упирает наводит куда-то астистой от роста и теперь сам прием обе ноги вот так довернули их видите по углу таза до вот уже развернулся видишь таз берем позвонки упираемся и вот это у нас рычаг раз продавлю вот туда вот туда вот эти места да вот эти места ну можно и пятку задумать как удастся упереться да вот а с этой стороны нам придется подложить подушку это было 15 варианта теперь вот этот вариант 14 пристань немножко под место сколиоза примерно вот так да то есть она уже как бы давит вытягивает а из-за того как коромыслом период до дома коромыслом перетянулся голова свободно весит это надо нижняя прямая это верстливой поза то же самое у нас получается да вот дополнительно его вытягиваем например либо за кулак либо вот возьми палочку группу вот так вот вытянули сюда где же вот так вот горизонтально ровно захватываем и растягиваем все эти ребра дошли до таза потолкай соответственно своими ногами назад толкаю а если вдвоем то можно вдвоем и теперь сам прием значит берем здесь лучше двумя руками потому что одна не справится за вот эти позвонки и за таз и вот то же самое что мы делали таз на себя либо туда до подтолкнем вверх это получается в эту сторону и в обратную сторону ну теперь пробуем делаем отрабатываем на жена туре а если вы не с нами то зря приходите сюда но стрелька легала в буду пока пока еще один отличный прием протягиваю руку под собой и помогаем человеку поясницу скрутить пояси давай еще раз я пойду ты поможешь ну вот так с разбегом у вас еще раз еще поясницы многие соответственно фиксируем переконтику рядом стол они съезжали и с другой стороны ему другу подай так же да даже до усиливаешь поясницу прям до хруста дайте и прям до герова еще когда это жизнь запись нету запись не было не туда вот так мы открываем нового секрета на не отставайте